друзья мои сегодня 29 декабря 2022 года бауржан кизбекович ассалам алейкум расскажите что сегодня мы вдруг придумали сделать вот этот наше опытное хозяйство вот прошлый раз позавчера мы снимали здесь стоит 200 настория 200 овцоматок и дельбаевский аккарабас потом казахский грубошерстные и дорперы соответственно они где-то 10 октября начиная 10 октября их искусственно осемнение сделали этими нашими элитными дельбаями или там ну папа родно да 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 теперь вот прошло уже сколько два с половиной месяца жда просто ради интереса я решил самостоятельно вчера посоветовал с нашими специалистами они добру дали мы хотим сейчас на вольную случку запустить наших производителей который выявит сейчас совет интересно сколько охоте да сколько в охоте и они при под принесут где-то в конце мая начале июня не поздно нет в горах она не поздно здесь еще будет прохладно поэтому можно если это было сейчас в отгонном участке там конечно в этот момент летом будет жарко перед качевкой и того она не стоит делать а здесь можно поэтому мы сейчас этих производителей запустим и они будут уже выявлять сейчас на какие каких производителей будем запускать вот сейчас вот это рыжая производитель взрослые туда надо сейчас его возьмут они и так были на осеменение у нас массово осеменение было начало двадцатого курдючных 20 октября на на карабасов да он пойдет нет он пойдет на и дельба на и дельбаев потому его вот на дельбае пойдем ром через два дня их будут менять сейчас если здесь немного будет выявлять тогда он один если будет много выявлять мы сейчас еще одного запустили вообще задача выявить 2 мы запустим вы уже нюхает вот если роман нам покажет поближе его морду вот он нюхает и выявляет в охоте вот он его видно почуял и выявляет вот она ну а потом естественно когда они принесут приплод будет понятно от каких баранов от какого барана потому что приплод как сказал баужан кенезбекович будет в конце мая начало июня как он нашел нет но на одну прыгал да я только не понял был осадка или нет на одну черную сюда мы две запустили а сюда уже запустили он уже покрывает да 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 мы сюда две запустим сейчас еще одного но мы на самом деле немножечко мешаем как мне кажется вот именно так и происходит опять черное как нам тут поймали еще одного барана который пойдет туда наверное да туда пойдет так ну что ж пойдемте посмотрим как работают на на от карабасах да мы им чуть-чуть мешаем реально вот так это все и происходит не принял как мне кажется отсюда то тоже запустили да он мы запустили он ищет то посмотрим понятно они молодые полтора годовалая после работы исхода шина посмотрим будут выявлять прыгать ну там он двоих вот по крайней мере выявил ну тогда мы к нему скорее всего сейчас еще одного запущу черную и коричневую мы сейчас еще одного рыжего запустим до черного сюда мы черного запустили к тем дальше а там же не одельбая казахский грубошерстный на казахскую грубошерстную сюда значит мы пустили сейчас мы попытаемся найти этого барана которого сюда пустили друзья мои а вы напишите в комментариях а вон он баран и я его вижу напишите в комментариях можете ли вы отличить казахскую грубошерстную от оделибаевской я лично нет так пойдем ром вон он баран его видно он крупный у нас сейчас ведут дорпера белого дорпера соответственно к этим дорпером 1 суда к этим казахским пустили или двоих мы запустили 1 час и много будет выявлять давайте давайте зайдем 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 через два дня будут меня давай черноголовые хорошего провели и смотрю уже выявила на вот так и и сейчас еще черноголового суда она идет да потому что чтоб потом отличать их этот белый потом по потомству надо документа то не получит он сейчас покрывал белоголового лечена было черноголовую что-то они его обступили они его обступили нет их хороший самцов много мы можем хоть по 3 по 5 но видите завтра же мы должны определить от кого от кого конечно конечно поэтому больше двух не будем допускать а как от двух ты тоже определить они по этим не им сказал они будут записывать тот черноголовый это белоголовый ну здесь если родится белоголовый то от белоголовый но они все равно будут записывать еще номера сам пока будет прыгать ну да то есть надо понимать что он ее не просто там один раз покрыл он же ее ведь может несколько раз то есть если она в охоте он как минимум сутки будет да то есть то что вот мы там один два три раза пропустили это ничего страшного потому что овца все равно будет в охоте и ребята запишут номера немножечко помощником как я говорю я и ради и за ищи герой я к тебе по лошников пойду чего да это да это большая честь грамотно щепетильно все относится изучает душой болеет дальше вот друзья мои такая у нас тут тема вы но не немного выявилась да то есть вот вот у этих грубошерстных вообще ни одно не увидел чтобы он там вот по крайней мере две здесь вот одна пока не видя как их не осеменяли течение месяца их буквально осеменяли течение по-моему трех дней это специальный укол же чтобы охоту вызвать синхронизировать и запустили их так дружище вообще не смотрит на них не реагирует ему без разницы запустили мы еще одного черноголового пока посмотрим команда на набор черноголовый да покрыл сон обязательно барметка вот джазвандер потом номер лан хорошо как кошка хайсин покрыл обязательно то нужно будет хорошо не потерять так этот еще ищет туда давайте того крупного рыжего может запустим сейчас я пойму он уже гадрели ты покрыл бы ну друзья мои напишите вы хотите оказаться в таком положении как этот баран она нюхает но тоже немного немного и очень странно его окружают овцы то есть там обычно но то что я видел картины до этого баран ходит а овцы так от него двигаются тут они прямо к нему тянутся мордами нюхают и так далее интересное поведение никогда такого не видел но он можно хорошо это видеть сейчас подряд всех вынюхивает баран вот нашел похоже овцу да так по крайней мере две три выявлены а может быть это тоже самое я уже запутался номера я не засекал так ладно пойдемте другие другие группы смотреть здесь вот мы уже это показывали но еще раз повторимся а и дельбаевский баран вон он посредине и казахские грубо шорстные но здесь мы не увидели чтобы он кого-то выявил такое впечатление что все они уже су ягны и вот баран сейчас сюда еще одного приведут да вот запустили еще одного барана полтора годовалый да ну прыгать собрался нет здесь другая совсем картина я не вижу чтобы овцы тянулись мордами к морде барана и а ну и 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 Но здесь, судя по всему, нету Потому что давно уже скачут Вернее, ходят здесь бараны И садок не делают, попыток не делают Нюхают И ничего не происходит Три барана проскочило Ну вот, вышел один его и отогнать Но здесь тоже все спокойно, судя по всему Здесь тоже все спокойно Здесь спокойно тоже, да? Там прыгает Да, там и у дорперов Там оба покрывают Дорперы тоже, да? Да, да, да Оба покрывают? Оба, 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 оба были, да Так, Роман, пойдем Здесь ничего интересного не происходит Вот здесь происходит У Дельбаев Ну и опять, друзья мои, мы вернулись к Дельбаеву Сюда, значит, запустили двух баранов Пока мы не были, пустили еще, значит, одного А какие по возрасту здесь бараны? Взрослые, оба? Оба взрослых барана? Взрослые, да Они где-то Три с половиной Да, вот так Вот они Ну здесь больше всего, похоже, непокрытых А? Здесь больше всего непокрытых, похоже Да, да, да Один где-то около трех лет, другой около четырех лет Вот такие Угу Если слишком много, они тоже мешают Мешают друг другу, конечно, конечно Слишком мало тоже нельзя Можно было по одному, но Я думаю, первые два дня сейчас посмотрим Чтоб по двое походили Так, дерутся уже Ух! Дерутся, дерутся, да Мужики все равно дурные, да Сколько друг на друга тратят, знаешь, он покрывает Энергии тратят на разборки, драки Покрывает он, не покрывает, не могу понять Овцоматки, кажется, крупно, а рядом с ними, кажется, как цыплята Да, да, да Бодается Ой, как он, видишь, не подпускает Не подпускает, ага Друзья мои, не забываем, что будет внизу ссылочка На плейлист по овцеводству Среди этих огромного количества видео Будет много видео про идельбаевских пород и овец Которые мы снимали И у Баужана Кенезбековича И у Ирагия Исаевича Смотрите эти все видео И, естественно, на главной странице Нашего YouTube канала Будет тоже ссылка на плейлист овцеводства Там огромное количество, не знаю сколько Штук, 150, наверное, видео по овцеводству И среди них есть про идельбаевскую породу Боржан Кенезбекович Спасибо за интересный опыт Мы первый раз видим, как дорабатывают бараны И тем более так уже поздно Вот здесь я хочу уточнить По-моему, здесь где-то 55 голов овцоматок 30 из них это от Алтумбека От Алтумбека, да? Остальное наше, вот эти, дельбаи Вот их сейчас, ну, как бы, вольная сучка покрывает И в дальнейшем о яичне потом все посмотрим С нашими производителями Да, да, да Что получится Боржан Кенезбекович Давайте еще немножечко про верблюдов поговорим Сказали, что их доят два раза в сутки Мы оба раза, ребята, не успели поснимать А почему третий раз не доят? Знаете, это зимнее время Надо вносить, столько, говорит, нету Потому что Молока, да, столько нет? Молока достаточно, да И специально не доят, чтобы основное молоко А эти верблюра, даже на подсосе Оставляют для них И в результате, видите, эти верблюжата Упитанные Вот по горбам можно определить По ним не скажешь, что они в развитии отстают Или там здоровье какое-то плохое или слабое И матеря их тоже верблюзится Вот, посмотрите, какой у них Да, да, да Это все говорит о их состоянии здоровья Для этого нужно лишнее молоко лучше им оставить Верблюжатам, чтобы они Да, верблюжатам И они, видите, уже Вот два раза их подоили И все, они с матерью вместе Все, теперь до завтрашнего утра Они могут быть на подсосе И по поводу вот кормления Сколько там три Сколько раз их кормят в день И сколько корма дают? Нет, им дают два раза Но так как они дойные Скажем, в глубоких кормах Там сено или лицена Чего-то Она практически неограниченно им дает Потому что если что-то остается от них Всегда это на подкормку Рабочие лошади Се могут отдать А комбикорм 6 килограмм Суточный Да, два раза по 3 килограмма В эту кормушку, да? Да, да, да Вот они доедают, например А про водопой сказали Что их гоняют, да? Попить Да, она здесь рядом Смысла нету Сюда везде вода Как бы у нас есть Свой колодец Проведена там, видели, да? Ну сюда из-за этих Тащить смысла нету Им, потому что ограждение небольшое же Ничего ровно, мацон должен быть Должен ходить Поэтому видно на водопоях гоняют Так как они дойные, да? То есть Надо их поить Надо поить Потому что 80% от молока 85% Это все-таки вода Поэтому они должны Достаточно его пить Хотя Верблюды вообще Много воды не употребляют Сами по себе Они могут без воды Очень долго Да, то есть Если их не доить То они будут Достаточно долго Да, они могут Неделями ходить Просто И все А то, что корма им Ту норму, которую дают То, что достаточно Это можно определить По внешнему виду По внешнему виду Верблюжат Да Верблюжат И верблюдицы Мои матерей То есть здесь у нас Три верблюдицы И три верблюженка Достаточно Потому что Там, например, кондицентр Тоже где-то Три штуки там дуют Бывает, когда Побольше нужно Тогда уже Пять голов здесь ставят Бывает Десять На летний Какие-то периоды И сколько Она сейчас Надоила Молока Вот она утром По два литра Надоила Когда мы видели Там От трех Шесть литров Она взяла Шесть литров От трех Верблюжат Ага Второй раз Когда доят Чуть меньше Дают Но она Много Оставляю Этим Верблюжатом Поэтому В среднем Где-то Девять Десять литров Даю Достаточно То есть С одного Получается Да-да Зимой Такой много Потребностей Нет А нет Со всех Получается Со всех Средним Около Десяти литров Десяти литров Но если Надо Конечно Можно было Надоить С троих Вы знаете Вот Можно им Меньше Молока Оставлять А больше Давать Например Комбикорма Или что-то Да Но все равно Никакой Комбикорм Не заменит Материнское молоко Материнское молоко Конечно Поэтому Что жеребятам Что верблюжатам Хоть кому Всегда нужно Достаточно Оставлять молока Ой Какой прикольный У них Шея Спух Очень нежный Когда Кстати говоря Их стригут Стригут У нас По-разному И На расколе Вот стоя Стригут Или Валят их Я имею ввиду За ноги Арканом Цепляют И стряноживают Наверное Да Стряноживают И вот так Стригут Они все-таки Полудикие Это которые Ручные Их приучают Вот так За неделю Потом Доят А остальные Они полудикие Практически В году Они Три Два раза Человек Соприкасаются Какие-то Прививки Или что-то А в самом деле Они дикие Животные И вообще Я спрашиваю Например У отца Своего покойного Как они Раньше Отец Рассказывал Детцы Как они Верблю Держали Как Ухаживали За ними Маму Спрашиваю Они говорят Что Весной Самая Когда весна Уже Жара Уже Шесть Буквально Сама Отходит В этот Момент Мы Передойкой Просто Их Расчесывали Расчесывали Снимали Такой Слишком А вот Это Производство Которое В Желанды У вас Да В Желанды Швейный Цех Насколько Много Из Шерсти Верблюда Производится Или Все-таки Больше Овечьей Шерсти Вот Честно Я Вот эти Подробности Не знаю Но То Что У нас Например Она Получает Условно Где-то Там 10 Тон Или Сколько Вербюжи Сколько У нас Получает Все Забирает Она А Со мной Докупает Или Что Я Не знаю Ну Я знаю Что Она Да Вот Так Весь Нас Шерсть Отдают Ей Назья Дальше Отправляла Там Есть Завод Специально Где Их Моют Там В чистом Виде Они Приходят Обратно Да Шерсть Овечьей Мы По-моему Где-то 30 Тон Или 20 Тон Сколько То Ей Отдаем Вот Ну Понадобность Ей Сколько Нужно Насколько Остальное Я Не знаю Докупает Не Докупает Понятно Ребята Мы Снимали Производство Очень Классное Если У нас Уже Будет Готово Видео Я Ссылочку Обязательно Оставлю Просто Очень Это Самое Очень Здорово Покупать Настоящую Верблюжье Изделие Потому Что Мы Сейчас Пришли На рынке Купили Монгольские Носки Из Верблюзьей Шерсти Но Говорят Самое Подделываемое Изделие В Монголии Это Из Шерсти Верблюдов Знаете Хотелось бы Покупать Натуральное Правильно Вы говорите Но У казахов Носки Не делают Да Говорили Носки Не делают Ниже пояса Казахи Их не одевают Потому что Она очень теплая Она может поднять Давление Говорят Расширение Сосудов Будет Поэтому Ниже пояса Их не одевают И Только Вот Свитера Или Другие Какие-то Одежды Пояс Перчатки Что-то Потом Например Вот эти Курпешки Одеяло Их тоже Только Укрываться Одеяло Делает Под них Нельзя Под них Нельзя Нельзя Человек Под человека Не сел У казахов Это не принято Потому что Она Слишком теплая И это будет Уже Во вред Здоровью Так как Наши предки Испокон веков Кочевники Наверное С тех Времен Наверное Знают Я думаю Так Почему Других Народов У кого-то Одевают Наверное По незнанию По незнанию Понятно Монголы Говорят Они Я не буду Утверждать Но говорят Что История Так пишут Что они Охотничьи Лесные Народы Были Лесные Откуда У них там Лесаты На степи Вышли потом Они 800 лет Назад Когда Чингисхан Уже Начал Походы Ушел И те Просторы Освободились Степи Монгольские Сегодняшние И они Из лесов Вышли Поэтому Почему Я верю В это Потому что Название Животных В обиходе Которые Используют Сала Многие Это Тюршки Сала Умонголов Даже Какие-то Амуниции Что-то Название Животных Все Это На Тюршках Поэтому Скорее Сего Народ Охотничий Народ Из лесов Вышел И Принял Что им Доступно Было Хочу Образ Жизни Может быть Все остальное Что для них Близкое Ну что-то До них Не дошло Может быть Я так думаю Потому что Наши Национальные Игры Какие-то Кукпар Или Другие Виды У них Тоже Нет Кумыс Тоже Не делают Много Много Чего Они Не делают То Что Делают Тюрки Да Или Наши Сегодняшние Качали Или Сегодняшние Казаки Поэтому Я думаю Может быть По Незнанию Понятно Но Носки Теплые Нет Они Очень Теплые Друзья Мои Мы Сегодня Провели С вами Небольшую А может Быть Даже Большую Экскурсию Побывали На Дойке Верблюдов И Лошадей Это Аул Лепсы Алакольский Район Да Здесь Значит Помимо Дойки Здесь Еще Стоят Бараны Разных Пород Это Такая Некая Демонстрационная Площадка Появилась Спасибо Большое Баужан Кирисбекович За интересное Общение Мы поговорили По историю И про животных Было Очень интересно Перед нами Вот такие Величественные Животные Которых Подоили Правда Мы Сегодня Не успели Поснимать Но На этом Друзья Мы с вами Не прощаемся Потому что Мы только Вчера Приехали Сюда На зимние Съемки Впереди У нас Очень Очень Много Интересного Давайте Расскажем Что у нас Будет Впереди Что будем Делать Ну вкусовые качества этого мяса, плюс также посмотрим откормочная для КРС, для лошадей, плюс бойню можно посмотреть, как делает или как там забивает животных и разделывает. Ну и конечный результат будет, дегустацию сделаем, мясо попробуйте, вкус. Дальше пастбищи зимние, где вот мы говорим себестоимость, что у нас очень низкая. Тебеневка, да, будет? Тебеневка, да. И мироносов я предлагаю, они более нежные же, и грубошерстных худящих наших можно посмотреть, ну желание будет, может и коров можете посмотреть, так же и лошадей на тебеневке, ну зимний суровый период, всех их можно посмотреть снять на пастбищах. Вот так вот, друзья мои, впереди у нас очень много интересного, вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии, задавайте вопросы и мы обязательно попросим Бауржана Кенезбековича или самому лично, или кого-то, чтобы отвечали на эти вопросы, потому что люди задают людям очень интересно. Честно, я не читаю комментарии. Ну да, 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 некогда, понятно. Я не зарегистрирован в соцсетях, потому что у нас, основной деятельностью у нас совсем другие направления, и компания многоотрясливая, и на сельское хозяйство столько не могу время уделить. Поэтому наши специалисты есть, они по мере своих возможностей, понятно, люди заняты, отвечают по мере возможностей. А я просто, ваши передачи интересные, тоже по мере возможностей смотреть. Спасибо. Честно, они очень полезные передачи и нужные, очень нужные. Поэтому я с таким большим уважением отношусь к вам, так как вы делаете нужное дело с вашей командой. Но люди, зрители должны понимать, что я не могу физически ответить или комментарии. Специалисты. Специалисты есть, понятно, что я за них не могу ответить, но по мере возможности, наверное, они ответят, потому что там же телефоны, их имена, фамилии, координаты. А так, кому интересно, полезно, пусть с ними созванятся, приезжают, добро пожаловать, смотрят. У нас есть где там пожить, накормят их, уложат спать. И если есть полезное, пусть посмотрят, перенимают какие-то опыты. Я не скажу, что у нас в идеале. Это очень важно. Какие-то наши успехи, может, им пригодятся. Поэтому мы готовы поделиться своим опытом. Отлично, друзья мои. Я надеюсь, вы услышали это все. Пока-пока. Пока. Друзья мои, а еще у нас есть фермерский форум в Телеграм по этой ссылке, где вы можете пообщаться с другими фермерами. Также не забывайте про наш форум на портале фермеру. А здесь и здесь вы можете посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok